Одно из самых популярных направлений в качестве хобби для детей – это боевые искусства. А в современных реалиях все больше увлекаются и военной подготовкой. В Воронеже есть разные секции, но при этом везде тренируют настоящие профессионалы своего дела. У нас в студии в гостях директор спортивной школы номер 22 Юрий Болдырев, главный тренер Воронежской области по универсальному бою Владимир Кабаков и руководитель военно-патриотического объединения «Будущее Отечество» Альберт Золотатрубов. – Здравствуйте. – Здравствуйте. – Спасибо, что пришли. – Спасибо за приглашение. – Расскажите, пожалуйста, вообще, вот насколько у нас в городе спортивная молодежь? Если прямо вот в срезе за последние пять лет взять, может быть, увеличилось количество ребят, которые хотят заниматься, может быть, уменьшилось? Вот расскажите подробнее. – Конечно, дети рвутся, детям нравится, все упирается в большинстве это в наши ресурсы, которые мы можем предоставить. То есть те объемы, которые у нас есть, в спортивных площадках, в спортивных залах, те мы можем предоставить. Желающих, скажем так, много, очень много, они хотят заниматься интенсивно, тут вопросов никаких, то есть у детей желание есть, это самое главное. У нас очень хорошая молодежь. – А чем занимаются? Вот что, какое направление им нравится больше всего? – Ну, моя школа специализируется на контактных единоборствах, у нас отбоя нет. Мальчишки всегда хотят доминировать, хотят защищать себя, свою маму. – А девочки? – А девочки меньше. Соответственно, основная масса, ну, процентов 80-85 у нас мальчишки. – Угу. У вас контактный бой, да? – Да. – У Владимира, получается, универсальный бой? – Универсальный бой, да, он подразумевает собой, состоит из двух этапов. Это первый этап – прохождение пласты препятствий наподобие армейской. И второй этап уже идет единоборство на ринге, выясняют отношения ребяток, кто из них сильнее. За последний период количество детей увеличивается, и не только мальчики, но и девочки показывают хорошие, отличные результаты, такие, как и первенство России, чемпионат России, мир. Есть победители, призеры, не отстаем мы от других видов спорта, а наоборот, мы наращиваем темпы. – А с какого возраста вы принимаете вот в своей секции? – Принимаем в секции мы с 10 лет детишек, и уже там идет у нас лайт-версия, это только борьба. Чуть старше, когда дети становятся 12, и старше, получается классика. Это где уже можно носить удары руками, ногами в голову. – Касаемо детей, понятно, а если кто-то из взрослых захочет, до какого возраста? Есть ли какой-то лимит, после которого вы говорите, нет, все, мы вас учить не будем? – Нет, всех желающих принимаем, главное желание, опять же, программу подстраиваем под каждого человека и под его возможности. И занятие проходит у нас от желания человека. Если он и хочет, он приходит, набираем группу, понятно, что это не один человек, а несколько, и наращиваем. – Альберт, на ваш взгляд, любой человек может заниматься контактным боем, универсальным боем? Или все-таки должна быть какая-то подготовка у мальчиков, девочек? – Если мы говорим про спорт, то здесь, естественно, физические кондиции и первичная подготовка, а потом уже выбор секции. И тренер, естественно, принимает решение в этом активное. Может ребенок заниматься, не может заниматься. Но в большинстве случаев, если, так скажем, в общей картине смотреть, то все дети, практически все дети могут заниматься, и все взрослые могут заниматься, и, скажу, больше должны заниматься. – Вы специализируетесь на военной подготовке, да? – Да, да. – Расскажите, вообще, насколько сейчас это популярное направление, насколько интересуется молодежь этим? – Занимаюсь этим уже, в принципе, 11 лет. Сейчас, в связи с последними событиями, резко возрос интерес и у молодежи, и у детей, и у взрослых. Нас с коллегами не всегда хватает, потому что у меня отдельно клуб из группы «Товарищи» в будущем отечестве мы занимаемся и детьми, отдельно ведем, в том числе на базе у Юрия, и группы взрослых, и даже с мобилизованными работали одно время, и сейчас иногда запросы приходят. Очень-очень много, очень много запросов. Не успеваем, так скажем, со всеми работать не успеваем. Очень много. – А подскажите, касаемо, допустим, какой-то такой соревновательной истории, да? То есть проводятся ли какие-то соревнования, состязания, призовые первенства, и как это происходит? То есть это только по Воронежу или по области, или это вообще выходит за рамки? – Скажу из тех видов единоборств, которые культивируются у меня в школе, за последний год мы перетянули двое всероссийских соревнований по всестилевому карате. Недавно прошли с 14 по 17 апреля мощные соревнования, и, соответственно, прошлой осенью по универсальному бою тоже всероссийские соревнования. Это получилось благодаря тому, что у нас на Дамбе появился такой мощный кластер спортивных комплексов. Поэтому это нам позволило пригласить такие уровневые соревнования и такое количество спортсменов непосредственно пригласить и провести эти высоковыровневые соревнования. То есть наша задача – это теперь новые достижения, это перетащить сюда чемпионат России. Мы продолжаем наше интервью. Беседуем о военной подготовке и патриотизме. Расскажите, пожалуйста, что вас связывает сегодня? Почему вы в таком трио решили поработать вместе? Поскольку мы все-таки являемся все непосредственно работниками доп. образования, к нам начали поступать звонки от населения, дайте разобрать автомат, покажите, что делать. Люди, которые подпадали под мобилизацию, непосредственно хотели хоть какие-то навыки вспомнить, восстановить. В связи с этим мы собрали инициативную группу, собрали всю ресурсную базу, которая у нас находится, провели мозговой штурм и назначили сразу же после 20 сентября, в первое же воскресенье непосредственно первое занятие. Собрались с инструкторами, пригласили ветеранов с боевым опытом, непосредственно которые сейчас и действующие, непосредственно спортсмены, которые с нами взаимодействуют, но и являются еще военнослужащими, а также представителям других силовых служб. Они пришли, был выложен пост ВКонтакте, 25 тысяч просмотров, на занятия пришло более 100 человек сразу, то есть и потом только количество увеличивалось. Таким образом мы сформировали, подключили и непосредственно ДОСАФ областной откликнулся. Очень хорошо среагировала администрация города, непосредственно. Вначале мы на волонтерских началах все это осуществляли, всю эту деятельность, потом нам было выделено дополнительное финансирование для финансирования инструкторов по этому направлению. То есть было выделено порядка 4 миллионов на этот год. Вот эти деньги направлены именно на инструкторов, которые занимаются начальной военной подготовкой для взрослых. То есть это было очень найдено понимание, это очень важный проект. Как разделяются у вас между вами обязанности? Мы делим все очень просто. Я координатор действий, непосредственно Альберт и Владимир являются инструкторами на учебных точках. Подскажите, вы вот сказали там сборка-разборка автомат. То есть я правильно понимаю, что сейчас есть возможность у любого желающего получить и какую-то огневую подготовку начальную у вас? Абсолютно верно. Не просто получить огневую подготовку, но и в связи с тем, что мы заключили договор взаимодействия и сотрудничества с ДОСАФом, ДОСАФ нам предоставляет инструкторов стрельбище, оружие и боеприпасы. То есть все это дело осуществляется. Любой желающий может обратиться непосредственно ко мне. Телефоны мои все вывешены, сотовый телефон на всех ресурсах школы. Может сделать звонок, записаться к нам в группу, прийти и непосредственно вначале отработать в холостую. Мы добьемся от него безопасного обращения с оружием. Это первое направление. Второе направление непосредственно тактическая медицина. То есть по тактической медицине мы тоже поставим основные азы. Альберт, расскажите, я как-то снимала тактическую медицину, и у меня была возможность погрузиться в эту тему. Я знаю, что там есть зеленая зона, красная зона, там все разделено. Но достаточно такой очень насыщенный объем знаний, который нужно освоить каждому человеку. И на мой взгляд, не все до конца понимают, что такое тактическая медицина. Расскажите об этом. Ну, смотрите, смотря с чем сравнивать и от какой базы отталкиваться, на самом деле, разница ключевая в снаряжении, в экипировке человека, в том, что у него есть какие-то спецсредства. На самом деле, на мой взгляд, возможно, со мной сейчас кто-то не согласится, вопрос оказания первой доврачебной помощи в гражданской ситуации, он гораздо сложнее, потому что у человека на улице нет вообще ничего с собой. А у бойца, да, в сложных условиях, он на войне, но у него есть штатный набор спецсредств, жгуты, турникеты, перевязочные средства, обезболивающие, как минимум, которые он может применить и на себя, и на пострадавшего товарища. Вот. А у нас же это выглядит, если я верный вопрос понял, у нас это выглядит таким образом. Мы работаем от ситуации. Мы подобные ситуации пытаемся и аудиторно, и, так скажем, на полигоне моделировать, и отрабатываем, докидываем что-то туда свое в ситуации, нарабатываем опыт, опыт, опыт. То есть, ну, самый первичный навык, который стоит нарабатывать постоянно, это накладывание кровоостанавливающих средств, да, и жгуты, турникеты, пожалуйста, себе, товарищу. Владимир, как проходит тренировка по универсальному бою? По универсальному бою? Ну, есть своя специфика, а так, как и любые другие виды спорта, разминка, заминка, тренировка, основные моменты, дополнительные моменты, полоса препятствий, вносит свои, конечно, коррективы. Потому что там есть и метание ножа, стрельба из пистолета, и конкретно прохождение некоторых элементов. К вам же, получается, ходят и юноши, и девушки, правильно? Да. А в каких-то спарринговых ситуациях все-таки как-то вы стараетесь подбирать пары? Парень с парнем, девушка с девушкой? Да, бывают девушки такие, которые дадут 100 очков вперед, и некоторых мальчиков одного и того же возраста, и их приходится ставить... Это основной критерий вес. Да, и практика, уровень подготовки. Соответственно, даже иногда мы специально ставим девочек с мальчиками, чтобы они нарабатывали практику с более тяжелым или с более опытным противником. И это дает свой результат. Большое спасибо, что пришли к нам, поделились информацией. Желаем успех в вашем нелегком и важном деле. Напоминаем, у нас в гостях были директор спортивной школы номер 22 Юрий Болдырев, главный тренер Воронежской области по универсальному бою Владимир Кабаков и руководитель военно-патриотического объединения «Будущее Отечество» Альберт Золототрубов. Дальше будет еще интереснее. Не переключайтесь.